В Грозном начали делать пластические операции юношам и девушкам, 11 лет назад ставшим заложниками террористов Беслани. Бывшим ученикам школы номер один, страшные события в которой в сентябре 2004-го потрясли всю страну. Тогда многим из них требовалась срочная помощь, тяжелые ранения, борьба за жизнь. Сейчас им по 18-19 лет. Болей память о той беде не стереть, но убрать шрамы, оставшиеся после трагедии, взялись лучшие медики республики. Дорогостоящие операции проводятся бесплатно. Муслим Басханов из столицы Чеченской республики. Вот здесь некрасиво зашили, и он будет мне исправлять этот шрам, его убирать по возможности. Глазной протез и шрам – результат осколочного ранения. С тех пор прошло 11 лет. Теперь она учится в ВУЗе, но помимо страшных воспоминаний – увечья на лице. Для Амины Качмазовой это не первая операция, но, как говорят врачи, теперь уже последняя. И как тут не обнять родных и близких, прежде чем пройти в операционную? Все, я пошла. Дорогостоящие пластические операции для детей Беслана доктор Баиев проводит бесплатно. Когда в Северной Осетии на годовщине той ужасной трагедии известного чеченского хирурга попросили о такой помощи, он согласился, не задумываясь. Операции решили проводить в Грозном, в детской клинической больнице, где для этого есть все условия. Здесь нужен миллиметр должен быть расчет, чтобы был хороший результат. Когда они смотрят в зеркало, видят какой-то дефект на лице, конечно, это психологически для них очень тяжело. Смотреть в зеркало и видеть. И когда ты их избавляешь от этого, конечно, их жизнь меняется в лучшую сторону. В тот день мать и дочь были на линейке в той самой школе. Мать, несмотря на множественные ранения, чудом осталась в живых. А дочери Цзераси, которая переходила во второй класс, выпущенной террористами пуля, попала в висок. И она лишилась глаза. С тех пор девочка перенесла около 20 операций, в том числе и пластические. Теперь вот и в Грозном. Чувствует себя хорошо, хотя на лице пока еще отек. Говорит, ждет с нетерпением, когда можно будет снять повязку. Когда она пришла с операцией, она такая счастливая, пришла, говорит, ой, мама, мне так хорошо, может еще раз сходить? Я говорю, да. За 19 лет, вот, в трубе было так легко и во время операции, и после операции. Вот как только он дотронулся, я вот уже успокоилась и спокойно лежала. А до этого я постоянно плакала во время операции. Ну, даже вот с отеком, да, уже видно, что намного лучше, чем было. В Грозном девушки пробудут недолго. Их выпишут со дня на день. Все хорошо? Наверное. Пока в Грозном прооперировали четверых пациентов из Беслана. Но тех, кому нужны пластические операции, еще около 30. Врачи говорят, что готовы оказать им необходимую помощь. Муслим Басхан, Велес Магомад Ислам Старханов, Первый канал, Чеченская Республика.